А что могут предложить самарские студенты на молодежном форуме, Сергей Вилоконев увидел в техническом университете. Спорт, инновации и даже студенческое телевидение. Глава Росмолодежи расставил приоритеты. Как готовиться к окружному этапу Селигера, увидела и Марина Низамова. Не просто летний лагерь. Форум, куда ежегодно слетается талантливая молодежь, теперь появится и в Приволжском регионе. Примет Самара, студентам региона, как и технического университета, придется не просто быть на уровне. Работать по всем направлениям. А это не только привычные инновации спорт, в котором политех среди первых, но даже тележурналистика. Это направление в ВУЗе появилось совсем недавно. Для молодежного форума очень важно, чтобы был такой диалог, был интерактив, была возможность молодых людей, с одной стороны участников, общаться с прессой, и с другой стороны молодых журналистов учиться на площадке телевидения на форуме. Чтобы повторить успех Селигера, придется создать канал в полевых условиях. Это 12 часов телетрансляций с оригинальным контентом. Я думаю, что мы уже прошли определенный такой этап становления, и в определенных моментах уже довольно-таки профессионально, несмотря на то, что нет никого с образованием специальным. Я думаю, что в полевых условиях будет работать как минимум интересно, как максимум мы с этим справимся, я даже не сомневаюсь. И все же основным приоритетом молодежных форумов остаются инновационные проекты. В политехе есть несколько таких разработок. Причем некоторые уже получили признание и на федеральном уровне, и престижную Зворыкинскую премию. Этот проект был посвящен разработке катализаторов нефтепереработки для получения дизельных топлив по технологии Евро-4, Евро-5. Новым проектом экологов из политеха заинтересовались в аэрокосмическом вузе и ЦСКБ. С помощью гиперспектрального анализа будут зондировать поверхность Земли, чтобы определить степень ее загрязнения. Еще одна перспективная инновация руководства вуза – студенческий бизнес-инкубатор. Пока проект работает в пилотном режиме, но у него уже есть все шансы стать кузницей будущих победителей. Не только регионального, но и федерального этапа Селигера. Марина Низамова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.